Итак, очень многие боятся осмотра у проктолога, думают, что здесь будет очень больно, некомфортно, и мы вас растерзаем. Все совершенно не так. Сейчас я немножечко вас ознакомлю, чтобы убрать из вашей головы вот эти вот мифы. Итак, в первую очередь положение. Крайне важно, чтобы пациенту было очень комфортно, чтобы он был расслаблен и участвовал в процессе обследования, и чтобы понимал, что же все-таки мы делаем, что мы у него находим. В первую очередь, когда пациент приходит в смотровой кабинет, это смотровая у нас, мы не предлагаем ему занять какую-то экзотическую позу на четвереньках и пупой кверху. Нет, все достаточно просто. Пациент проходит сюда, располагается спиной к доктору, лицом к экрану, лежа на левом боку. Это позволяет, во-первых, пациенту немножечко успокоиться, и не, так скажем, не напрягаться во время обследования. Перед ним на стене висит экран, и с помощью этого экрана мы пациенту объясняем, что, ну что, собственно говоря, мы делаем, что мы нашли. Значит, сам осмотр у проктолога состоит из нескольких блоков. Это наружное обследование. Мы осматриваем зону межъякодичного пространства, промежности, перианальной зоны, выясняем те или иные состояния у пациента именно вот на данный момент. Далее, из инструментальных обследований, после обследования пыльцевого, идет видеоаноскопия. Значит, аппаратики мы используем одноразовые, они подсоединяются к осветителю, вводится камера, и, собственно говоря, через задний проход вводится аппаратик, сначала коротенький, как называется видеоаноскопия, небольшая такая трубочка, которая позволяет нам увидеть внутренние геморридальные узлы, состояние анального канала, те или иные проблемы. И страшный сон многих людей, которые все-таки решились на обследование практолога, это рактороманоскопия. Пусть не пугают вас размеры этого аппаратика. Эта трубочка называется рактоскоп. Используется он для рактороманоскопии. Что мы можем с помощью этого обследования выявить? Самые грозные такие состояния, как опухоль прямой кишки, полипы, воспаление, язвы и прочее. Пусть размеры вас не пугают, длина достаточно большая, но прямая кишка не имеет болевых рецепторов там, где мы смотрим. Поэтому обследование совершенно не болезненно. Здесь самое главное настроиться, расслабиться и довериться доктору. Друзья, блог у нас образовательный. Я понимаю, что могут возникнуть новые вопросы. Пожалуйста, оставляйте их в комментарии. Если понравилась тема и интересно, если не сложно, поставьте лайк и мы будем знать, что для вас это актуально. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!